всем здарова привет а также хай и так что же у нас сегодня за видео сегодня у нас я решил сделать два в одном как говорится гайд по убийству мэйван и гайд по фарму мэйван потому что изначально я честно планировал сделать это просто обычным гайдом по дефолтному киллу блин музыку наверно чуть-чуть потише сделать что-то как это она громкая стала громкая вот так вот изначально планировал просто сделать дефолтный гайд по убийству босса но потом я решил закупить проходку посмотрел на цены всяких штук которые с нее падают а так как я помню шансы которые дата майнились и подтверждали статистикой я могу сказать то что это у нас все очень выгодно и так у меня тут есть маленькая такая небольшая табличка в которой очень легко все показано и сейчас я на ваших глазах рассчитаю выгодность фарма мэйван и так проходка на мэйван стоит 80 хаосов я ее только что купил за мой 70 хаосов я сейчас даже вам это покажу у меня просто трейд настроенных и к поэтому мне лениво перестроить мэйван сварить называется эта проходочка замечательная она стоит на 80 ладно 84 хаоса хорошо давайте 84 перепишу я покупал просто за 80 на чуть-чуть подорожало буквально за 10 понял 84 хаоса секстан стоит 33 хаоса как вы видите вот 33 35 ну то есть если вы будете продавать балкам я думаю вот по 35 по 36 даже можно 35 написать потому что нас то интересует фарм дальнейшей перспективе и арба стоит 3 и 4 экзо смотрим до 34 35 35 34 то есть ну пусть будет 34 потому что так она быстрее продаться при этом x стоит 154 все логично и так в чем же суть фарма официальный шанс выпадения арбы 1 к 4 то есть это подтверждали некоторые люди которые бегали по 1000 мэйван это где-то дата майнилась насколько я помню 1 к 4 шанс выпадения арбы то есть именно вот это вот замечательной штуки это нам говорит то что в среднем среднем нам нужно мы будем считать вот профит профит смотрите профит профит равно 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 517 разделить на 4 правильно правильно потому что раз 4 это уже в среднем 129 и за одну проходку плюс 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 мы еще хотим сюда дописать секстант секстант среднем падает один с двух один с трех мэйван он очень часто падает прям очень часто ну пусть будет один из трех а соответственно 35 разделить на 3 141 house и плюс там всякая жижа которая иногда может что-то стоит плюс 5 хаосов еще вот переслой что мы еще можем чуть-чуть завысить дальше теперь мы минусуем саму проходку среднем она стоит 84 хаоса соответственно минус минус 84 хаоса и мы получаем 62 си профита за ран не то что прядь мы это феноменальная прибыль но во-первых мэйван арбы я думаю балка можно по три с половиной продавать а это если мы сделаем по три с половиной то есть не по три четыре по 35 тут сделан здесь 32 то у нас уже будет 66 си профита что уже немножко получше это за каждый ран а если учесть что мэйван это не какой нибудь шейпер где за пробег шейпера ты 400 тысяч лет тратишь мэйван пробегается гораздо быстрее у нее хоть и миллион стадий но стадии в целом достаточно быстро то есть единственное что тратит время эта игра на запоминание все и допустим вот если мы пробежали 10 мэйван то есть ну 10 мэйван можно пробежать где-то за полчаса я думаю ладно за полчаса 10 мэйван это я переборщил ну за час 10 мэйван более чем реально пробежать закупать проходки несложно потому что это не какой-нибудь elder где тебе нужно закупить лево вверх лево низ право вверх право низ нет вы просто покупаете по одной штуке в среднем на одну мэйвену я думаю идет пару минут ну там минут три на дну мэйван уйдет ну где-то так где-то так если у вас убил достаточно много дпс и соответственно на закупку еще буквально копейки времени потому что опять же вы покупаете сразу проходку фул и того если вы 66 допустим 1 5 минут на одну мэйван 5 минут на одну мэйван равно равно до 66 умножить 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 на 60 и разделить на 5 мы получаем 792 хаоса что равно что равно у нас замечательному значению вот этого джижа разделить на 152 у нас 5 экзов у меня тут все потому что я немножко перед перепутал 5 экзов то есть в принципе мы можем формить на мэйван где-то 5 экзов в час не сказал бы что это прям феноменальный фарм но как вариант все еще неплохо плюс там еще падает жижа я не знаю сколько стоит шапка и так далее мне даже лень это смотреть потому что стоит так себе но все еще звучит достаточно выгодно и теперь перейдем все-таки к самому гайду по убийству по убийству я сейчас включу быстренько свои ауры и так у мэйван целая куча стадий во первых пока вы к ней не подойдете она даже не за 3 делится то есть можно спокойно стоять у нее есть несколько основных атак несколько основных атак плюс и вещь которая вызывает проблему многих людей это игра самой мэйван ладно я не вижу смысла можно ее сразу затриггерить и потом я уже буду объяснять по ходу как говорится вылазит мозг говорит хай не хочешь мою коллекцию мы говорим нет не хотим дай лута вылазит сама мэйван опять же тут самая дефолтная стратегия бегать по кругу то есть самая стандартная у нее атака это просто вот этот вот дэмэдж и плюс иногда стреляет мозг вот эти вот тычки от мозга они дамажа достаточно мало но их все равно дорожить можно по арене вокруг начинает летать жижа она не наносит урон сразу вы когда к ней подходите она триггерится и потом взрывается то есть по факту ее можно вот пробежать всю затриггерить и вы даже урона не получите то есть вот я сейчас не получил ни одной единицы урона просто потому что не стоял на месте вот хотите можете ее убрать чтобы она вам не смущала не мешала все если я останусь на месте она мне нанесет какой-то урон неплохой на меня . сверху прилетела а сами тычки мэйван они почти не дамажит то есть ну видите они мне еле-еле по пару вот эта фигня она тоже дамаж достаточно мало но опять же зависит в основном от вашего билда вот эти выстрелы они не являются критичными дамажат в основном каскейдов pain когда начинает орать каскейдов pain и стрелять это очень много дамажит и любые побочные вещи ну ладно то есть допустим сейчас я нанесу урон у нее появятся новые атаки по идее вот каскейдов пейн пошел когда каскейдов pain вы просто должны двигаться перпендикулярно вылетающим снарядом а вот эту вот жижу я кстати советую в центре взрывать то есть не по краям как на большинстве боссов а именно вот на мэйван я советую взрывать херню все-таки именно в центре почему в центре ух блять это атака происходит если вы прям очень долго деретесь я ее не видел уже очень очень давно опять же жижу взрываем здесь самом центре чтоб она оставалась в центре потому что когда у вас будет игра мэйван вы будете ну бегать где-то вот так сказать посередине посередине либо по краю по центру вы не будете бегать потому что будет расширяющаяся жижа все еще взрываем в центре ну это если у вас мало дэмэджа вообще допустим мой билд до появления щиты херни убивает то есть там зависит от дпс вашего билда какой-то конкретной цифры я не могу сказать потому что у каждого билда разная цифра дпс и она может по-разному быть выражена опять же каски до в пейн просто передвигаемся перпендикулярно когда летят шарики взрываем их просто в центре все но я правда насрал уже очень много новых атак вроде как не будет в первой стадии я не помню атаки у нее в принципе появляются когда вы нанесли урон почти как у любого босса до этого она просто авто атачат мы с вами есть стадию каски до в пейн видите даже мой билд с кучей блока и прочей же он очень сильно потрепал еще есть фишка когда летят эти шарики можно быстро от них убегать и взорвать их вот тут успеть я сейчас не успел когда заканчивается стадия происходит взрыв и у вас открываются две вот такие вот панельки на них нужно встать потом будет взрыв из них наоборот нужно выйти потому что из них начнет бежать жижа и дамажить потом идет промежуточная стадия где призываются абсолютно рандомные боссы их не обязательно убивать они исчезнут после стадии самое главное раздамажить мозг после этого выходит мэйвен и почти всегда идет дезвы мобби на скейп что значит игра на запоминание опять же запомнить ну первую вообще легко что я кстати советую делать в запоминание запоминать не допустим право-лево вверх это очень это гораздо сложнее а запоминать именно последовательность где вам нужно изменить курс вот лично мне так гораздо проще запомнить то есть есть люди которых не получается и я советую вот когда именно ну на 1 пофигу на 1 мэйвен вообще насрать ничего сложного дальше я уже советую именно курс то есть допустим у вас началась тут и вы запоминаете на каком моменте вам нужно изменить курс свой так у меня начинает засираться арена я не успеваю атаки вот это так она достаточно безопасно и очень легко дожить когда она просто один луч вперед другой назад и вам нужно в определенный момент просто поменять свою траекторию движения и задоджить его я у меня какой-то пиздец начинает на арене происходить потому что я не дамажу я ни разу до такого не доводил буду честным и в это время во второй стадии начинать стрелять мозг вот видите тут уже идет стадия и то есть я запомнил в каком моменте мне нужно я не запомнил я долбоеб похуй я ошибся потому что я разговариваю забейте то есть вот эту атаку просто дожим и продолжаем высирать здесь я думаю я ее лучше уже убью потому что арене позже 100 полный пиздец приходит это у нас шарики тут просто надо двигаться эти шарики ох ёбаный в рот вот примерно такое происходит когда на мэйвен ты дерешься очень долго я честно ни разу настолько долго не дрался это просто смерть арена потом очистится но суть сейчас не в этом насчет запоминания я хочу объяснить на вообще максимально элементарным то есть смотрите есть у вас вот это вот арена как она выглядит вот так и смотрите вам когда допустим вот это вот 5 или сколько их там 6 я не помню я советую запоминать не допустим вот право-лево право не слева не справа а запоминать ту точку где вам нужно повернуть обратно то есть если у вас допустим выпало право низ лево низ право-лево вы просто запоминаете одну точку лево и стоите справа и то есть когда вы бежите вы запоминаете то что вам просто нужно слева изменить свою траекторию и все то есть и вместо целой кучи информации не нужной в голове у вас будет один пункт вам нужно изменить свое место движения вот здесь все и потом вы двигаетесь просто обратно и все если у вас несколько изменений ну две точки запоминаете но не 6 уже проще а дальше появляется новая атака появляется новая атака это когда допустим вот тут вот чилит мозг он говорит и у вас появляется место она висит там пару секунд и вам просто надо из него уйти там будет лазер который вас почти гарантированно ваншот нет моему билду он оставляет буквально там 10 хп дальше еще очень важная фишка нам ядри там арене просто я не знаю какие еще с убивать будут так вот есть еще одна фишка когда вы заходите на арену у вас есть минута бессмертия 1 минута 1 минута бессмертия и то есть если у вас началась или сейчас начнется игра мэйван и особенно если это последняя стадия где начинают уже лазеры я советую что правильно постоять просто эту минуту афк у вас будет игра потом расширится жижа взорвется и вы сможете спокойно ее бить и не надо будет париться запоминанием так ладно я зайду сейчас обратно мне просто надо убить потому что там уже на арене началась какая-то сущая вакхана я вот сейчас мне кажется мне такая пизда сейчас будет еба а вот сейчас начинается самые интересы дэзвил мод бен эскейп когда я засрал арену честно я ни разу так не дрался с мэйван как сейчас вообще ни разу то есть вот эти сейчас я еще ничего не надо запоминать мне просто нужно вот тут вот походить туда обратно я вообще ничего не запоминаю доджим еще больше засираем арену все она умерла теперь ищем хотя бы один пиксель не засранный отлично уходим сюда и сейчас когда мы убьем мозг или прям до когда мы убьем мозг тут арена очистится по моему на этой стадии она еще должна очищаться но проблема в том то что у меня стоять просто негде это небольшая все-таки проблема это происходит из-за того что ну я ее не дамажил и если у вас билд прям 0 урона наносит вот видите арена очистилась все нормально одна атака стенд стил и дальше будет дэзвил мод бен эскейп скорее всего да вот дэзвил мод бен эскейп опять же жижа жижа желательно ближе к центру взорвать тут уже на масс останется до конца игры поэтому тут действительно важно взрывать и так вот смотрите лево-право вверх то есть тут вообще можно ничего не запоминать вообще 0 точек запомнили и просто двигаемся по кругу все никаких проблем никакой лишней информации в мозгу или лево-право низ и так далее просто убиваем новая так не остается взрывы я не задолжил нормально плюс иногда вот это вот жижа вылетает ее тоже доджим ничего особо сложного главное заучить просто атаки тут просто главное смотреть за всем и все видно хорошо тут никаких прям особых супер механик нет единственное то что вот это вот расширение я когда первый раз зашел я вообще не понимал сейчас мы просто убиваем мозг следим за боссами тут могут быть разные страшные боссы на схаус дэмиджем если вы играете на софткоре у вас может быть вполне вероятно не кап хаос реза это может быть больно вот эти вот лучи которые по бокам они безусловно очень страшные по одной простой причине потому что они лишают регена и вот эти вот лучики они тоже решают регена полностью соответственно на них лучше не попадаться особенно на моем билде где full regen так я видел право низ вот мне нужно будет уйти налево то есть 1 2 3 4 и налево потому что я не видел все то есть я услышал я запомнил только одну вещь в конце налево все я не запоминал куда мне до этого только в конце налево я не жму банки чтобы ее не убить сильно быстро каскадо в пейн в этой стадии просто двигаемся туда-обратно желательно подальше отходим эту жижу задоджить легко особенно если у вас есть какие-то самоны она просто в них влетит и все стенд стил делается через всю карту когда стенд стил проще всего просто блинкануться поближе к ней если вы были далеко или наоборот подальше если вы были близко все на этом зоне продолжают вылетать шарики мы просто бегаем вокруг нее дамажим я не знаю куда накинула стенд стил честно опять же дезвон от бенескейп и вот сейчас запоминаниями рекомендую находиться ближе к центру чтобы всегда увидели где она начинается то есть он началась сверху сверху право наверх направо последняя была слева то есть началась сверху право-лево и сам последний мы идем налево потому что мы его не видели если не видели и при этом не досчитали 1 желательно отойти об задор жили шарик каски до в пейн желательно отойти потому что я сейчас коснулся вот этой вот фигни у меня не было регена стенд стил самое главное слушать атаки ладно я ее сейчас убьют ничего нового уже не будет я на все и самое главное запомнить когда что она говорит получается и 3g всякая но это из того что у меня лут фильтр стоит с хардкора практически до фолтный то есть вот видели выпал моего норп выпал секстант бесполезный пояс один хаус и какая-то жижа которую даже поднимать не буду и того мы получили три с половиной экзов за моим он урок 30 хаусов за это и вот это то есть это жижа будет стоить ну я думаю 0 хаусов примерно я не буду про исчекать потому что у меня она стоит 10 это хардкор так-то она стоит наверное 0 вот то есть самое главное вот эти вот две вещи окупаются раньше еще маска окупала но маска особо ничего такого не дает итак что нам самое важное нужно запомнить с мэйвен окуп идет в основном секстантов и сорба а ор падает раз в четыре раза основные атаки это во первых des will not be an escape когда она орёт des will not be an escape она начинает кидать вас шарики то есть нас ты тут даже шарики когда кидаются шарики ваша задача просто двигаться перпендикулярно этим шариком перпендикулярно кто не учился в школе вот так летят шарики вы двигаетесь вот так то есть вот шарики вы вот так двигаетесь это называется перпендикулярно это называется параллельно если вы двигаетесь параллельно шариком шарики разбивают вам ебало держу в курсе это был des will not be an escape второе стенд стил она пытается вас наебать стенд стил плохая идея появляются два луча один из которых двигается вот так второй двигается вот так ваша задача либо просто блинкануться то есть допустим луч который идет к вам в сторону вы просто блинкуетесь за него все вы не получаете дэмэдж либо просто вот на этом вот моменте где не пересекаются вы оба вообще нет да почем и все и все вы вы проскочили все нормально это у нас стенд стил дальше death made real это говорит не мэйвен а мозга сделаешь он такой умный это мозг типа как же плохо я рисую а вот он орет death made real и запускает луч смерти который где-то будет на данный момент направлен вас то есть допустим если мозг находится здесь death made real будет здесь появится здоровая анимация вам просто нужно уйти в любое другое место и она взорвется через пару секунд дальше игра мэйвен игра мэйвен происходит каждый раунд каждый раунд когда вы пытаетесь опять же запомнить игру мэйвен допустим тут 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 вы запоминаете точку когда ваше передвижение перестает быть стандартным как бы это объяснить то есть допустим если вам нужно двигаться по кругу как я сказал до этого то есть допустим 1 2 3 4 5 6 вы запоминаете когда вы стоите тут только точку 4 потому что вы двигаетесь по стандарту по кругу по часовой стрелке именно в точке 4 вам нужно начать двигаться против часовой то есть вы запоминаете только точку 4 больше вам ничего запоминать не надо лишняя информация в горове на боссе вам нафиг не нужна если у вас прокнула допустим какая-то фигня по типу 1 2 3 4 5 6 вы запоминаете только что на 5 только пятую точку то есть вы не запоминаете право не справа не справа не справа вверх нет она вам нахер не надо вы запоминаете только точку 5 то что когда вы сделаете два раза туда-обратно вам нужно изменить свое стандартное движение то есть вы вернетесь не назад а вы поете налево то есть вы такие оп 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 все то есть самое главное пытаться как можно меньше лишней информации держать в голове так гораздо проще запоминать то есть вам нахер не нужна информация по каждому месту куда вам нужно идти вам просто нужна информация где вы изменяете свою стандартную точку стандартную схему перемещения все после этого вы ее дамажите наносите дэмэдж якобы это нанести процесс нанесения дэмэджа да у меня визуализация на уровне после того как вы нанесли дэмэдж дэмэдж вы нанесли происходит происходит что правильно смена стадии приезжает мозг говорит хай и начинает расширяться жижа когда расширяется жижа он вот тут появляется мозг центре и начинает сниматься расширение вы просто можете либо на эту либо на эту можно на обе разницы ноль если в этот момент за вами летит шарик который оставляет на полу лужи вы по возможности от него убегаете почти у любого билда будет достаточно мувспида главное это делать быстро и потом уже запрыгивайте вот сюда когда открывается проход и взрываете его здесь тогда он вообще никогда не будет мешать держу в курсе надо чай попить и так после этого когда произошел взрыв ну то есть анимация взрыва видели что нанес урон вы наоборот должны отсюда уйти тут долго стоять нельзя потому что в этом месте появится лазер и начнет наносить урон прямо в мозг и соответственно с другой стороны также этот лазер наносит просто охренеть сколько дэмэджа в него вставать не надо он очень много он мой билд убивает ну за секунду где-то полторы секунды что-то такое при этом он полностью отключает возможность регенерировать вообще всю то есть вы не восстановите хп никак отключает лич хп отключает банки на хп отключает реген хп отключает отключение все если вы попали и у вас там 10 хп просто вам 10 секунд нужно не получать урон все удачи вот держу в курсе то есть лучи в конце когда начинается стадия с вакханалией лучи в конце тоже самое делают очень много намажет и при этом при всем отключают полностью регенерацию поэтому на них становиться очень плохая идея даже на одну секунду твоих буквально коснулись все десять секунд в очереди без регена и самое последнее когда идет игра мэйван не советую никогда стоять вот где-то здесь советую как можно ближе вообще всегда просто научитесь находиться вот даже если лазеры летают вот тут вот аккуратно ходить ближе к самому мозгу почему потому что если у вас будет в противоположной стороне вы будете видеть всю карту и вы будете видите где происходит игра мэйван вы будете видеть саму мэйван если у вас сейчас не игра просто драка и так далее то есть если вы находитесь ближе к центру вас будет информация почти по всему полю это тоже очень важно еще что то что я хотел сказать что я хотел сказать что я хотел сказать вроде как а шар появляется на последней стадии здоровой шар огненный который вносит урон опять же просто нужно отойти желательно подальше я на своем билде я почти на всех билдах на пуху его танковал потому что либо я его доджил либо тут я его просто переживаю и так далее он наносит много урона но если у вас дофига хп плюс есть там какой-то блок еще что-то вы переживете его и потом просто отрегените его там причем или еще чем-то я его не должен если у вас билд хилый в плане получения дэмэджи он не может его впитать советует идти подальше и просто когда выпускает чуть-чуть под движение перпендикулярно шару все прекрасно все прекрасно на этом я думаю все проще всего перед тем как идти на мэйвен просто послушать что сейчас сказал и посмотреть за дракой просто увидеть все атаки послушать фразы когда эти атаки и этого должно хватить и самое главное как можно быстрее всегда пытаться ее убивать потому что вы видели вот на второй стадии когда я ее не убивал и пытался показать атаки на арене произошел ну объективно начинает появляться вот это вот конченая атака когда на вас летит миллион шариков это страшно вам самое главное не стоять на месте это обычные как волатайлы на карте они когда до вас долетают они наносят урон спустя там полсекунды примерно соответственно если вы двигаетесь они вам не нанесут урон если вы стоите на месте вас ваншот не все я думаю на этом моменте могу сказать спасибо большое за просмотр всем большое спасибо за то что вы посмотрели это видео все удачи всем пока